привет всем с вами ваша силы butterfly буквально нужно три секундочки что докрасить вот этой новой кисточкой она немножко даже с блеском как-то так ревлон называется цвет mahogany flame пламя махагонское пламя так сказать сейчас еще господи крашу губы нюксом чем удобно идти помады всех карандашную потому что быстро рисуешь как художник еле прикасаю так ну вот такой вот имидж получился ой-ой нырнула достала что я сегодня использовала из теней вот такой цвет вот этот в принципе все кроме вот этого серого последнего вот этого а вру я вернее всех использовать потом под конец вот так вот делала вот этим серым это абсолютно матовые тени с каким-то но полу намеком вот здесь в шампанском есть немножко блесток сейчас будут домазывать эту тушь чтобы она не пропадала не знаю почему мне не очень понравилась эта тушь из дешевых тушей только вот римел хорошо так красит там мощно ну нет них не вру конечно есть научит вот римел мне на ум на ум всплыл так надо немножко подправить макияж так значит купила я такой коврик и две наволочки почему-то последнее время я очень люблю персиковый и вот я купила такие персиковые напевы ничего особенного и коврик сейчас покажу в нырну опять так вот такой вот ну его конечно можно разворачивать ой и и он такой двойной как бы то есть его много и один шампунь купила но это так мы сегодня такие покупки непонятные все вместе гарния фруктис вайтамин и что мне прельстила здесь витамин е и биотин насколько я знаю что биотин очень хорош для роста волос и для ногтей биотин в америке продается в таких огромных банках и многие его пьют и не маются ногтями я могла купить этот биотин не видела больше здесь один раз волнарте увидела что-то прошла мимо или не прошла ну в общем они вы факту что у меня сейчас нету биотина но биотин хорошая вещь чем этот прельстил еще меня мало то что биотин здесь пахнет апельсином они гарния помните я вам показывал что все гарния пахнут на один манер так вот вот этот вот конкретный с апельсином биотином и витамином е просто кайф я его вот опробирую и вам расскажу так лаком вообще-то я планировала тоже вот таким вот накраситься так накрашусь еще покажу вам я хотела сделать под цвет моей блузочки такой как моченая слива как вино я не знаю вообще сиренево-серая она такая кофточка очень редкий цвет у меня точно кажи ну ярко-сиренево вот такую вы на мне еще не видели вот здесь у нас антикварные румяна называется million dollar wine я их очень редко редко использую вернее я как бы один раз или два раза используя для видео ну как бы такое показывала взмах кисточки сейчас я все испорчу конечно все это же желательно как делать как румяную просто я боюсь будет очень-очень сильная тень зачем я это сделала не знаю теперь мне нужно это растушевать вот так вот послановье теперь я могу наложить лак и пока мы поболтаем поболтаем о том что как-то проходит расслоение общества сейчас вот не знаю может быть у вас такого нет но вот к виду ставит очень многих людей в такие рамки кого я знаю из очень богатых которые не работали сейчас работают или наоборот вот некоторые теряют работу сейчас многие даже сказать доход очень становится почти никакой и кого не спроси у всех какие-то непонятные думки в душе вот из подружек опять же дружит так вот последнее время ты мне выгоден или нет четко мне просто придешь ты как бы ты мне принесешь там что-нибудь полезное или что-то в эквиваленте денег или чтобы я на тебя не особо тратила время то есть то есть то есть ты что сам по себе пришел там допустим с подарком с вином этого уже мало ну как не всем конечно ну допустим даже тем кому раньше этого хватало теперь почему-то не хватает вот так вот такая маленькая заметка на полях все я планировала еще побрызгаться дугами но мне опять нужно нырнуть вниз удождите вот под названием соу его джорджио беверли хилл вообще джорджио беверли хиллс когда-то гремел со своим вот этим вот red и самим беверли хиллс там ну как-то сейчас под затерся но все равно аромат и время осталось и я хочу его вспомнить какой он приятный я все пытаюсь его как-то пристроить все у меня нет никаких вариаций на эту тему но я не могу пройти мимо красивых бутылок вот чтобы такую форму создать ведь надо было постараться не просто вот эти вот гробики или квадратные бутылки здесь приложена фантазии архитектора какой запах ну вот он такой оранжевый напоминает как персик да спейлый персик почитаем цветочный фруктовый пудровый ванильный теплый пряный свежий амбровый туберозы сладкий и мускусный здесь даже есть тубероза значит описание верхних нотах османтус и слива в средних нотах паприка тубероза водяная лилия кстати когда я искала водяную лилию никто во фрагрантике не сделал подборку вот именно по лилиям этого аромата там не было то есть они случаются случаются нет как говорится роза фиалка и в базе у нас ваниль амбра и мускус да а я то думала персик он еще не такой дорогой здесь написано значит сорок восемь долларов пятьдесят один доллар канадский и потом почему-то бевер хиллс который джи за него бросят 300 но мне кажется они сошли с ума потому что я его видела дешевле дешевле с чем его сравнивают его сравнивают с ароматом кашая у меня кстати спрашивали как раз таки описание аромата кензо кашая и я бы с удовольствием его имела чтобы рассказать я его знаю он такой вот в этом направлении такого персикового какое-то горьковатая но у меня нет и поэтому тому кому я обещала вот все что я могу сказать про кашаю а про джорджа беверли хиллс я могу сказать что аромат хорош и зимой и летом как выясняется он похож еще немножко на вот этот вот аромат экскламасион экскламейша вот этот вопросительный знак который я недавно подкупила я даже могу его сейчас сравнить сейчас секундочку вот он но я могу в принципе и ошибаться ну попробуем так еще раз занюх сделаем с джорджи беверли хиллс а теперь ммм нет они абсолютно разные это такой какой-то вот high school аромат для high school да а этот это уже такая женщина пошла в ресторан а вот когда они нюхав да то есть ты по памяти вспоминаешь и думаешь они примерно одни и те же чем они единственно похожи что вот этой своей американ американскости да так сейчас ой они такие приятные кстати на лето вот самый раз когда жара этот аромат кстати пока еще не закрыла страницу хотел сказать что парфюмер франсуаза корон и вот создан он 2002 а мне казалось они почти в одной паре все-таки здесь уже как бы та девушка которая закончила школу и пошла работать и уже в колледже ее пригласили в ресторан вот это 2002 так ой но они классные кстати это паприка вот здесь вот она мне выпирает как бы немножко немного сравню то есть он пудровый ванильный фруктовый сладкий древесный теплый пряный лактонный вот здесь лактонность а там туберозность и сливость и что там еще паприка представляете туберозы слива и паприка но я уже говорил что это софия гройсман и сделан 1988 году здесь уже две тысячи пятый то есть это в принципе одна и та же девушка которая повзрослела вот и все но вкус у нее примерно такой же и заметьте что оба аромата создали женщины они они такие непритязательные но такие классные милые милые к душе ароматики то есть не обязательно покупать каждый раз что-то такое презентабельное у вас что каждый день зовут вас на прием к королю или там я считаю что иногда в булочную за хлебом вот эти намного лучше чем скажем тот же ноуэнь или сурдалун я в таком не смогу пойти а я больше в булочную за хлебом последнее время чем на какие-то светские рауты ну в общем я не знаю как-то так у кого-нибудь он есть расскажите американцы просто тащатся вот под это под этот восклицательный вернее восклицательный знак не знаю почему но мне он тоже нравится он такой какой-то легкий вот школа для них вот это вот high school вот эти воспоминания типа как у нас дискотека восьмидесятых вот это в этом все 88 а здесь уже 2002 уже как бы ситуация в мире другая но еще никто ничего не подозревает и жизнь хороша желаю чтобы у вас жизнь была хороша с вами была Силва Батерфлай Серебряная бабочка пока пока я полетела вот пока Продолжение следует...